доброе утро сонное такое товарищ варю нас еще спит моя соня под одеялком вот так вот спит на подушки всем от нас доброе утро мы готовим завтрак у нас сегодня на завтрак будет каша 9 злаков она уже практически готова сейчас буду уже на стол подавать ой это не каша хочу показать как она выглядит вот такая алтайская сказка какая-то мама брала такую летом я помню нам очень понравилось и здесь очень удобный такой носик для насыпания так видите отходит насыпаешь и закрываешь удобно вот так что готовлю ее купили такое молоко попробовать не кстати понравилось такое молоко лучше чем коровье коровье настоящее мы раньше покупали но она конечно не настоящая привкус у него не очень вот это вкусное так ладно ну что будем мы кушать каша кофе мои пончики оставшиеся пышки и у то же самое вот сам кора как же я всем доброго ты обязательно дай кошки я тебя боюсь мы поехали по делам так обычно мы поехали куда-то даже не движение движение есть жизнь ну что вы уже привыкли к моей короткой стрижке я сказал что я как девочка маленькая девочка припевать а мне нравится я никогда не хотела с такой длиной похожи немножко с такой длиной потом они отрастут ну конечно я оставлю длиннее наверно следующий раз потому что либо я просто привыкну потому что мне все-таки привычнее длина пониже хотя не знаю посмотрим поживем увидим может быть и такую потом оставлю но мне кажется слишком рано не уж слишком я такая прям уже старая чтобы такую длину не оставлять я просто стала понимать с возрастом что чем старше ты становишься тем короче ты стрижешься и пока мне кажется можно оставить пониже и старше я короче дело все у меня короче ты усатый ходит не буду я василий под прошлым видео написал трамвай подрезали василий смотрю сейчас трамваи вроде не о есть вы прямо вообще удачно вспомнились мне трамвай тут вот он красавчик приехал ладно не пугаю водителя камерой а то написал горит трамваи подрезали водителя и говорите какие же мы страшные люди смотрите у нас елочка стоит мы тут на перекрестке стоим после фортуны и у нас каждый год елку наряжают а у коля тут музыка 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 я сейчас пока бегала потише сделаю я сейчас пока бегала в аптеку покупаю вот такие вот ершики межзубные для чистки помните вам говорила что не могла просто раз найти свой размер вот нашла у меня самый маленький размер вот уже года как два наверно или три даже уже наш с полей этот стоматолог она нам сказала покупать вот такие ершики следите за своими зубами при помощи них потому что они хорошо удаляют остатки пищи между зубами и не образуется никакой неналет ни камня потом ни запах и я вот сколько уже слежу при помощи них вот именно лакалютовские покупаю мне очень нравится раз в три дня нужно это делать она сказала минимум то есть у меня конечно бывало что это на 4 5 дней потому что за работой не успеваешь бывает быстро спать и бывает не остается вот эти 10 минут на чистку и вообще вот ну я замечала в принципе ничего страшного главное я так поняла раз в неделю обязательно но я стараюсь раз в три дня это делать вот и тогда может быть вообще вам не понадобится допустим ходить и удалять камни потому что камни они же образуются из-за чего из-за того что из-за того что из-за того что остаются мелкие хохо что он делает смотри что пах-пах мелкие кусочки еды остаются и они забиваются и потом зарастают скажем так образовываясь в твердые такие вот склоки и потом образуются камни из-за этого и соответственно потом вот у меня допустим вот этого проблемы у меня сразу вёсна начинают кровоточить и и потом все а потом мне вот эти уколы и все подряд хотя слушай нынче то я слетила и у меня все равно же эти тёсны закровоточили значит это не от этого у тебя тёсны очень сильно подверг как бы ты сейчас не вошёл они у меня эти не нормально они у меня слабые слабенькие девчонки да ну короче все равно надо следить за тёснами ещё отдельно если у вас такие допустим слабые как у меня так это надо уколы проставлять раз в полтора года где-то у меня пока всё хорошо я же летом лечила и пока у меня нормально всё но это на полгода я знаю мне кажется после нового года у меня начнётся опять потому что в прошлый раз было точно так же до нового года всё было хорошо а потом после нового года у меня они начали опять кровоточить и всё и я опять ну возьмём нашла что там тебе ставили и буду тебе колоть в попуток аааа надо колоть вот сюда чтоб было эффективней ты мне колол потому что это были остатки и чтобы всё равно от них есть эффект но лучший эффект когда прямо туда ты колешь ну конечно это просто поддерживающий такой эффект сохраняющий действия но я ещё не готов делать уколы дёсны я пока не готова от тебя их получить потому что всё таки там врач он знает куда что ставить он учился на этом ну такой мерз тебе заденок дааааа и куда потом ну ой фу ужас какой страшный не я никуда тебе не поверю в дёсны ставится уколы а тем временем коллега куда мы едем то мы едем опять очередной раз пробовать купить колик буховик а мы не знаем что из этого получится мы просто едем искать мы же уже были но мы ещё раз потому что мы в китай город едем потому что мы ничего не находим в городе на среднедельник куда не выбирались работа работа поэтому в городе есть но они тонкие совсем модели хорошие есть но они тонкие у нас тут те выходные вот в Сильвермол когда мы ездили мы мерили ещё раз в Золе но они тоже там все тонкие то есть там нету вообще толстых и остаётся один вариант только в китай городе толстые продаются ехать туда а Коля хочет такой толстяный пуховик что таких нету по моему я хочу чтобы нормальные ну да то совсем тонкие купочки продают и раньше замёрзнут бедненький замёрзнут смотрите какая у нас грязь на дорогах сегодня обещают нас потепление до минус 5 да минус 5 представляете в середину декабря какой конец теперь 5 да вроде 20 числа а теплота такая но зато я посмотрела ближе к новому году там 23-25 вот так вот подожмёт чуть-чуть нас вот наш китай город помните да тётя вообще не торопится конечно и пусть весь мир подождёт да да свободненькие да здесь уже оптовики конечно с области по наехали да 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 и что-то к новому году где-то закупаться поэтому вот смотри ага такой мишка весел славный тут тоже мифа ушки он продается один из курток много на фоне и ты один стоишь такой вот такой вот удлиненную мерим говорит плотная я хочу горчичного цвета а юнит все-таки удлиненная видите ну хорошо сейчас прибежимся еще посмотрим что есть другое мы тут набрели на кстати куртку мы не нашли коля короче психонул сказал все не буду говорить ничего буду в этом мы набрели смотрите на какой отдел здесь очень много разных изделий для креативной творческой работы смотрите какие всякие розочки я вот такие вот купила для того чтобы делать веночек рождественский вот очень много разных красоты из такой вот мелких всякие мелкие бантики бусины для тех кто работает со всякой типа скрабукинг там со всякой такой вот работа иметь дело это вот здесь вот на рынке у нас в Иркутске в Китай городе ладно пойдем мы дальше что сюда пойдем вот тут кстати тоже всякие есть цветочки ой пройдем мы тут но мне они не нужны я вспомнила у меня есть там поделочка я оттуда просто вырежу и задействую тут все в огоньках уже тубы 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 мы зашли в эту рождественскую ярмарку здесь помните да вот эти вот светяшки все какие шары есть еще красиво да нам надо купить вот такую веточку еще надо спросить почем они где-нибудь докупить всяких елок здесь много кто хочет вот смотрите тут прямо вот такие вот они настоящие а дальше идет пушистая комбинированная елочка и вот тут куча всяких шариков очень красивый мне вот эти понравились да вообще чё только нету а вот кстати бусы маме мне надо бусы заснять вот такие вот размером то есть вот эти поменьше вот эти крупные через одну а тут прям такие вот средненькие вот эти вот по 100 всякие маленькие вот такие мне как раз нужны мне глаза разбежались 150 три штуки охо один шарик 50 рублей и тут куча свечки пеппы и вот смотри какие свечки настоящий прям подсвечник это пластик все красивые вот такие еще есть более крупные 100 рублей стоят внутри маме я это да но как виноградик прям такой такой цвет разной красивые 2 рублей дайте поменьше конечно усики колокольчики кстати их можно обрезать кстати и на поделочки на разные о рублики смотрите даже есть рублики коль ты видел там рублики маленькие новым годом классно конечно да мы вышли на улицу смотрите здесь даже бордовые есть сейчас хотим шарики выбрать какие-нибудь там прям так дорого внутри все мы прям решили здесь еще посмотреть подруг сэкономим хитрые людишки любящие сэкономить на игрушках и в веточках вон там веточки по 300 рублей всего один такой и виси украшай ладно убираю потому что снежок пошел мы с рынка едем уже магазин в абсолют сейчас поедем мама вчера мне прислала такие красивые игрушки фотографии в общем в абсолюте там дома увидела и говорит такие вообще красивые я хочу теперь здесь у нас их найти мы купили игрушки где-то там они сзади покажу дома вам и веточку купили вот там все лежит у нас хотя бы взяли такие я говорю вдруг мы вообще чуть ничего не найдем давай хотя бы такие возьмем чтобы нарядить было чем нынче у нас елочка будет немножко других оттенках поэтому мы купили другие шарики вот едем мы абсолют у нас сегодня вот такой снег Коля куда-то гонит такой снег он куда-то гонит 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 такой снег как будто валит я так сказала как будто у нас снегопадище ну просто он мелкий но он такой противенький дорожки да дорожки заметают потихонечку вот мы едем по улице рабочего штаба мы едем ой ямочки ямочки а вот еще слушайте у нас есть кофешоп и я про него забыла в прошлый раз как-то во влоге говорила что только на художественном музее нет простите еще на карла маркса у нас есть это мы сейчас в самом центре едем решили заехать еще фикс прайс потому что подарки хотела какие-то присмотреть и игрушки все-таки я же не нашла в абсолюте вот сейчас туда еще заедем у нас опять забег по магазинам потому что только раз в неделю какой-то минимум да там антрикот у нас ясно а раньше вот мы с колей приезжали по выходным у нас были такие моменты когда мы с тобой приезжали на обед куда-то и вот здесь вот слева вот travelers у нас есть и мы вот здесь очень часто обедали раньше сейчас прям ух ты он закрылся обалдеть я в шоке посещаем да там народу столько было еще у нас travelers на ленина есть там тоже очень уютно так хорошо мы там с родителями как-то сидели они к нам приезжали и мы их туда водили очень жалко что закрылся а мы уже в метре смотрите какие здесь цвета необычные есть кстати нынче я заметила очень популярные вот такие вот розовые а я хочу найти не розовые а сиреневые такие фиолетовые я хочу красные такие нынче с с узорами такими о о какой красивый олень три оленя 79 тут тоже коля тут что-то несет 149 99 очень красивые да очень красиво и тут кстати упаковочная бумага есть красивая такая по 39 такие шарики смотрите вот какая красота возле доки красивый и елочку тут нарядили и снежок у нас идет а мы тут все ходим игрушки выбираем игрушки смотрим ой как блинчиками пахнет кто-то обещал блинчики да вообще давно уже обещаю здесь вот куча елок всегда продается видите вот так куча кучная смотрите какая красота тут и тут распродажа закрывается магазин и тут вот такие просто стеклянные вещи стоят всего 800 900 хотя они раньше по 2-3-5 тысяч стоили смотрите то есть это подсвечник это по-моему не отсюда 150 по-моему 1600 он что неправильно стоит смотрите какие вещи красивые просто продают какая звезда классная просто а подушки видел всего по 350 такие вот с такими наподушниками прям серьезными здесь вот у них смотрите разные мы взяли сейчас вот такую вот разноцветную гирлянду домой здесь вот у них всякие тоже игрушки тоже распродажа вот таких вот стеклянных я вот насчет такой думала что-то не надумала коли она не понравилось я вот еще думала насчет вот этих вот они очень красивые такие солидные ну может говорю на одну серенькие вот такие все стеклянные все по распродаже очень недорого а мы уже дома так кетчуп это вот так я пожарила пончики из остатков тесто коли с собой на работу запаковала уже суп борщ курочку испекла с картошкой здесь макароны не знаю спрошу будет не будет может макароны положу себе тут оставила сейчас буду тоже ужинать и что-то чувствую себя не очень хорошо по-моему начинаю болеть ну в смысле уже видимо болею ммм нос так красный какой хмм просто супер уже ладно в общем Коля сейчас пойдет в аптеку купит мне какого-нибудь горячего питья буду пить морсы сегодня травку заварю буду лечиться завтра мне на работу не знаю как буду работать но как-то надо потому что пропускать нельзя работу ну что Коля уехал на работу а я решила показать вам что мы сегодня купили покупочки наши сегодня следующие это вот такая вот ветка новогодняя ветка она расправляется в длину 3 метра мы ее расправим хотим украсить и на стеллаж положить на тумбу вдоль телевизора в общем ну все это будем украшать потом обязательно вам покажем что у нас из этого получилось пока убираю от нее немножечко летит всяких вот мелких струшек и всяких этих иголочек это мы купили себе вот такие вот птички на елку хотим повесить такие вот они золотистые мне понравилось что они резные мне кажется будет очень симпатично смотреться и вот здесь вот у меня розочки которые я выбирала вот эти вот мелкие я хочу ими украсить или подсвечники или наш рождественский веночек тут у меня 20 штук я купила в общем это все для рукоделия дальше здесь у меня коробка это все с доки мы купили гирлянду разноцветную аж 10 метров здесь ее и она была недорогая по распродаже мы ее купили всего за 200 рублей здесь разноцветные огни и может быть на кухню я пущу где-нибудь а может и в зале давно хотела длинную именно разноцветную а здесь посмотрите целый набор стеклянных игрушек которые мы купили тоже по хорошие акции смотрите была распродажа в доке доки закрывается в магазин поэтому там такие вот акции по 108 рублей вот такие вот шарики и вот такие вот шарики красно-золотистые очень красивые мы взяли по 3 таких и взяли 3 таких все потом повесим обязательно вам покажем как это будет смотреться пока еще это дело оставлю здесь не буду пока трогать и и немножко продуктов яшкинских вафелек взяли к чаю вот это люблю белвита это печенье утреннее взяли с какао темная лаврушка у меня закончилась и в абсолюте увидела вот такой вот супчик знаете порой просто бульон охота всего там что-то стоит он вообще дешевый недорогой мы взяли просто чтобы иногда охота бульона развести все вот такие вот покупки у меня получились и еще забыла показать вот эти шарики варенье облизывай купили вот такие вот золотистые и красные будем тоже украшать елочку вышло после душа вся такая прилизанная простите уже за мой внешний вид я вся заболеваю прям сильно у меня нос красный я его уже натерла так что не буду себя долго показывать лечусь уже во всю лимон себе развела с горячей водой вот думаю либо траву заварить либо чай конечно лучше траву наверное может просто лимон заваренный горячей водой попью сейчас еще наверное достану потому что у меня есть ой сори у меня есть еще лимончик сейчас я его отрежу и буду с вот этими печенюшками пить вот эту водичку сыр нарежу это мне подруга привезла с Истамбула наш любимый турецкий сыр вот такой белый сейчас я его себе отрежу кусочек и на печеньку будет вкусно потому что